Фэн-шуй с Еленой Ли Здравствуйте! С вами я, Елена Ли, мастер фэн-шуй и китайской метафизики. Неделя с 12 по 18 июля – одна из самых напряженных и конфликтных. Если у вас есть возможность работать из дома или уехать в отпуск, воспользуйтесь этим. В понедельник образуется сочетание больших ошибок, поэтому не начинайте в этот день дела, требующих точных замеров. Заказ встроенной мебели, оформление документов или пластические операции, особенно блефаропластика, даже татуаж бровей не стоит делать, получится криво и негармонично. Особо сложными днями на этой неделе будет вторник, среда и пятница, поэтому не назначайте в эти дни важные дела и встречи, особенно те, где нужно получить быстрый результат. Ну а хорошим в этом месяце будет то, что юг и северо-восток будут обозначены звездами процветания, поэтому для удачи в делах, для повышения прибыли и потока клиентов на юге дома установите дракона, а на северо-востоке ХТ со слитком в руке и, несмотря на напряженный месяц, у вас удачно пройдут все финансовые операции. Ну и естественно, если в этих зонах у вас туалеты или ванная, активацию не ставим. Ну а какой неделя будет для всех знаков китайского гороскопа? Крыса. Будьте предельно внимательны в финансовых вопросах, не принимайте важных решений с этой недели и до начала августа. Обратите внимание на здоровье, особенно желудок и почки. На севере держите бронзовую тыковку вулу и не шумите в этом секторе весь месяц. Сложный день – среда, а хороший в нем будет четверг. Бык. Много вопросов решится в первой половине недели. Она идеально подходит для начала обучения и повышения квалификации. Но помните о большой вероятности ошибок в понедельник. Причем вам могут донести неверную информацию хорошо знакомые вам люди. Поэтому все перепроверяйте. Сложный день – четверг, а хороший в нем будет пятница. Тигр. Все сложные задачи лучше перенести на другую неделю. Но все нужно сделать до августа. Следующий месяц будет конфликтом с вашим знаком. Поэтому важные дела все же решить в июле, в благоприятные дни. Будьте аккуратны за рулем в субботу. Сложный день – среда, а хорошим днем будет воскресенье. Кролик. Планируйте финансы. Может быть много непредвиденных расходов. Поэтому не тратьтесь лишний раз. Лучше занимайтесь вопросами, не требующими расходов. Хорошо сделать дома ремонт или перестановку, вынести ненужные вещи. А в четверг есть вероятность встретить большую любовь. Сложный день – понедельник. А хорошим днем будет четверг. Дракон. В первой половине недели все идет не так, как ожидается. Но вторая может вознаградить успехами. И рабочие вопросы хорошо решать четверг. А в понедельник хорошо пройдут романтические встречи. А в воскресенье воздержитесь от сплетен и излишних откровений. Нельзя в этот день начинать рекламные кампании и свое продвижение. Сложный день – воскресенье. А хорошим днем будет четверг. Змея. Кроме среды, вся ваша неделя будет успешна и продуктивна. Но в понедельник проверяйте всю информацию, а в среду будьте внимательны за рулем. Сложный день – среда. А хорошим днем будет пятница. Лошадь. В вашей неделе, как шахматная доска, чередует моменты роста и покоя. В понедельник – взлет, во вторник – застой. В среду – взлет, в четверг – остановка. И так всю неделю. В четверг, к тому же, может образоваться серьезная конфликтная ситуация. Поэтому будьте в этот день подальше от провокаторов. Сложный день – четверг. А хороший днем будет понедельник. Коза. Не позволяйте себе падать духом и принимайте витамины. В делах может быть застой всю неделю. Поэтому займитесь здоровьем, поставьте золотое изображение Куанкуна на юго-западе. И дела пойдут веселее. Сложный день – пятница. А хорошим днем будет воскресенье. Обезьяна. Отличная неделя для решения всех задач. В понедельник, к тому же, вы можете произвести хорошее впечатление на других. Или встретить свою судьбу. А в четверг будут успешны инвестиции. В субботу будьте внимательны за рулем. Сложный день – суббота. А хороший днем будет понедельник. Петух. Ваши цели и задачи вполне осуществимы. Если вы не конфликтуете с другими, особенно в понедельник и воскресенье. Берегите здоровье. Не раздражайтесь по пустякам. Это несет в себе заболевание желудка. Он у вас в этом месяце очень уязвим. Установите на западе бронзовую тыковку вулу и не включайте громкую музыку в этом секторе. Сложный день – понедельник. А хороший днем будет пятница. Собака. Для вас неделя и весь месяц в целом пройдет успешно. Особенно если вы запускаете новые проекты. Но вот здоровье требует внимания. Если есть камни в желчном или проблемы с печенью, обратите на них внимание. Сложный день – вторник. Хорошим днем будет понедельник. Кабан. Спокойная и вполне рабочая неделя для вас. Ставьте реальные задачи и все у вас пройдет отлично. Сложный день – среда. А хорошим днем будет воскресенье. А сейчас активация для финансовой удачи для всех знаков. Эта активация поможет выгодно продать недвижимость или бизнес, получить повышение дохода, найти хорошую работу или получить инвестиции. Для этого зажгите зеленую восковую свечу на северо-востоке дома или офиса на 2 часа с 11 до часу дня по местному времени – 12 июля. Активацию не проводят рожденные в год кролика. Обязательно пропишите свое желание подробно на красной денежной бумаге со всеми сроками и суммами, так, как будто оно уже сбылось. Пропишите побольше деталей, чтобы вы ясно и четко представили результат. И если вы все сделали правильно, ваше желание исполнится до каждой запятой. С вами была я, Елена Ли. Отличного вам фэн-шуй и исполнения всех желаний! Фэн-шуй для всех! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok